Я бы не сказал, что прям к нам пошел народ просить помощи. Нет, такого потока нету. Я думаю, что это пока. Скорее всего, он будет больше и больше идти, наверное, потому что, наверное, скорее всего, кризис больше и больше немного будет нарастать. Но пока мы не ощутили, что к нам очень много заявок, работаем в штатном режиме. Я, конечно, понимаю, что вы уже не в первый раз приходите в гости к нам в эфир. Давайте все равно сначала расскажем более подробно о вашей деятельности. Что, почему, как появилось и прочее. 2004 год старт этой истории, между прочим, да. Да, если вкратце, фонд был зарегистрирован в 2004 году у нас, но особо им так никто сильно не занимался. И вот в 2011 году, в конце 2011 года, в начале 2012 я пришел в фонд как волонтер. Решил провести благотворительную акцию по сбору подарков в детские дома. Провел эту акцию, и меня так это сильно закрутило, мне так это понравилось. И я начал посвящать сюда свое время. Сначала был как волонтер, потом перешел как директор. И мы начали делать разные проекты. И шаг за шагом у нас образовался штат, свои бюджеты. И вот сегодня мы делаем десятки разных проектов, помогаем тысячам людей. То есть у нас есть около 10 проектов, которые мы постоянно ведем. Это вот с детьми, с семьями, то есть разные-разные проекты. Кстати, у Сережи очень вдохновляющий Инстаграм. Если ты на Сережу не подписан, искренне тебе рекомендую. Потому что он показывает не только адреса, он постоянно показывает, куда они едут, что везут, что они делают. И вообще у самого Сергея очень активная жизненная позиция. Мы стараемся, конечно, максимум освещать. Если сегодня куда-то поехали, у нас обязаловка, каждый человек в нашей команде, он знает, что... То есть вечером он должен дать отчет в соцсетях, показать, рассказать, выложить фотки максимум на следующий день. То есть мы все это опубликовываем и также ездим. Другие вообще сейчас должны быть в Африке. В Африке? Да, мы должны быть в Африке. У нас в связи с коронавирусом, с вирусом нас не пустили, границы закрыли, и мы остались в России. А в Африку зачем собирались? Помогать людям. Адресная какая-то была запланирована помощь или уже на месте сориентировались? Нет, мы едем к нашим друзьям, которые там живут, мы проводим детские лагеря для детишек, ходим по семьям тоже с продуктовыми наборами, помогаем как-то материально. То есть у нас было распланировано три недели в двух странах, в Уганде и в Кении. Ничего себе. Так приостановилось, пусть скажем так. Да, у нас пять мужчин хотело ехать, и вот в связи с вирусом границы закрылись, и у нас сейчас билеты в подвешенном состоянии, но надеюсь сейчас как границы откроют. Как откроют, так и сразу. Да, 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 мы сразу, сумки собраны, все собрано, то есть ждем. Напомним, друзья, наше... Не ходите, Сережа, в Африку гулять, это не про вас. Да, 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 да. Нет, это не про нас, но песня, правда, вот не ходите, идите в Африку гулять, есть опасные страны, где там находиться на самом деле опасно. Напомним, наш эфирный WhatsApp 913-381-05-54. Друзья, это очень важно. Если у вас есть реальные жизненные истории, связанные с людьми, которым прямо сейчас нужна какая-то помощь, а помощь мы можем прямо по пальцам сейчас перечислить, это какой-то продуктовый набор, да? Это помощь руками, какой-то физический труд поправить крышу в деревне Новосибирской области. В Польше, наверное, да, это продуктовые наборы, и у нас есть гуманитарный склад, где мы можем помочь какими-то вещами, хозсредствами. А можно пару примеров из сегодняшнего, что называется, что сейчас вот у вас? Есть баба Зина. Я хочу, чтобы о ней обязательно сейчас рассказал Сергей. Давайте поговорим про баба Зина. Что за баба Зина, что же за жизненная история, и мы, и команда Радио 54, и слушатели Радио 54 могут принять участие в этой истории. Да, конечно, сейчас... Да, есть такая баба Зина. Где живет? Которая живет в деревне или село, это деревня, наверное, Безменова. Это Черепановский район, от Новосибирска примерно 100 километров. Где-то с месяца, наверное, с полтора назад мы с ней познакомились. У нас там есть наши друзья, там одна семья, Юлия с Андреем, они активные такие деятели, общественники, помогают людям. Черепановка, да? Да, в Черепаново. Черепаново. То есть там деревня Искра, вот Черепановский район, и они все к нам, приезжайте, приезжайте, приезжайте. Вот один раз приехали людям наборами, помогли продуктом, и второй раз приехали. И вот они нас привезли к этой бабзине. И мы пришли к этой бабзине 94 года. Ох, что ж. Ну да, сейчас вот мы ездим, кстати, вот тоже по Новосибирску, пенсионерам помогаем в связи с вирусом. И заходишь, вот в основном у нас где-то 90-летние бабушки. И ты заходишь, и для тебя уже как-то дико смотреть 90 лет человеку. Ты не привык таких людей видеть уже, как ты привык видеть там... Сибирячки. Да, 30, 40, 50 лет. 90 для тебя как-то дико. И вот мы приехали к этой бабзине 94 года, довольно бодрая бабушка, сама колит дрова, топит буржуйку, но живет, живет очень бедненько. Вот такая квартира... Никого у нее нет вообще? Вообще никого нету, она одна, ни родственников, ни детей, никого нету. И у нас есть проект, он называется «Жить как человек». То есть мы помогаем с благоустройством домов. Почему? Потому что в некоторые дома приходишь, ты понимаешь, человек живет не как человек. Непонятно, как кто. И мы вот увидели вот эту плачевную ситуацию бабзины, это нас реально очень сильно коснулось. Мы понимаем, что человек прошел войну. И человек живет, ну, со всех сторон дует. Эту буржуйку она не топит, протопить толком дом не может. Обои отлазают, потолок дырявый. В душ заходишь, там настолько холодно, что, я не знаю, если там помыться, мне кажется, ты сразу, у тебя воспаление легких будет 94 года. Ну, прекрасно, что вы на это обратили внимание. А администрация-то чем занимается? Ну, администрация, она своими делами занимается. Есть какие-то дела, вопросы, я думаю, сейчас... Хороший вопрос. Да, всегда хороший вопрос, чем занимается администрация. И вот мы посмотрели, конечно, нас сильно коснулось, и мы решили помочь. Мы решили сделать ей ремонт полностью. Хотя бы, я не знаю, сколько ей осталось жить, там, 5-10 лет ей, ну, чтобы она прожила как человек. Да, это уже, что называется, нас не касается. Это ее вопрос, сколько жить. Ну, жить-то она должна быть. Что же сделали, скажите у Бабы Зины? Смотрите, сейчас там, то есть мы полностью, мы нашли подрядчиков местных в Черепаново, полностью все обсчитали. Это ремонт потолка, ремонт стен, убрать буржуйку и сделать теплый пол, чтобы она больше не колола дрова, не топила их. Ну, конечно, какие дрова в 94 года? Да, то есть у нее будет теплый пол, спокойно будет работать, ей ничего не надо будет делать. Сейчас полным ходом там подрядчики зашли, к концу недели обещают полностью все сделать. Как помочь этой истории, связанной с Бабы Зиной? Может быть, где-то открыт сбор средств? Да, конечно, у нас на сайте можно рукопомощь, да, рукопомощь в Новосибирск набираете, мы везде на первых местах, или в Дубульгисе, или в интернете можете нас везде найти, информация полностью вся есть об Бабзине, можно пожертвовать денежки именно на этот проект. То есть он у нас, примерно 110 тысяч мы подрядчикам должны, материал, работа, и около 40 тысяч мебель, то есть 60 тысяч мы уже отдали подрядчикам, нам осталось где-то 50. Часть мебели взяли мебельные компании на себя, комод, комод, шкаф, сейчас вот к концу недели надо ей закупить диван, получается, и вот около 50 тысяч отдать подрядчикам. И у Бабзины будет полностью благоустроенная квартира, теплая, без печки, с теплым полом, с новой мебелью, с диваном, стулья, стол, новый комод, новый шкаф. И вот Бабзина, я думаю, будет радоваться и доживать свою жизнь в деревне, не напрягаясь, не бегая, не покупая дрова, не топя эту буржуйку. Бабзина-то сама в это верит. Бабзина, она, да, ну она как бы, знаете, такие люди, они никогда в жизни, мне кажется, не получали такого. Конечно, да. Мы прошлый год в сентябре построили. А чаще всего даже или не попросят сами первые. Да, видите, может быть, даже им государство предлагало куда-то переехать, потому что нам многие писали, там, люди, когда увидели эту историю, там, у меня есть дом в Краснодарском крае, пусть приезжает ко мне жить, я ее возьму, но куда она поедет? Конечно. Такие бабушки, они говорят, да я лучше умру в своей комнате, чем куда-то поеду. Они очень привязаны к месту, и дергать их нельзя, потому что она потом сразу может и очень тяжело пережить эту историю, они сильно привязаны. В прошлом году, в сентябре-ктябре, мы тоже одной бабушке по Горельцу построили дом, то есть нашли ее обожженной в сарайке. Приехали, не могли остаться равнодушными и построили ей дом. И вот с месяца назад, наверное, к ней ездили в гости, она до сих пор плачет, она до сих пор говорит, я не верю, что у меня новый, хороший, теплый дом. То есть она осталась на руинах, обожженная сама. И, кстати, вот мои дети, они когда приехали, вот увидели эту Галину Васильевну обожженную, они приехали домой, открыли свои копилки, говорят, мы хотим отдать все деньги на этот проект, нас забери, передали мне. А как у вас у детей деньги в копилке появляются? Что нужно сделать для того, чтобы копеечку туда положить? Ну, папа попросите. А, ну попросить просто, да? Не какое-то там доброе дело совершить, не посуду помыть, а... Нет, посуду моют, посудомойка у нас, в магазин они еще маленькие, ходить за продуктами тоже, в мусор выносить маленький, поэтому для них пока такая, скажем, благодать только и любовь, да, что мелочь осталась, они получили, попросили что-то, бабушка привезла, поэтому пока еще сильно не могут заслуживать. Первое областное радио.